Добро пожаловать на наш канал! Пока посмотрим, что происходит, а потом я вам расскажу, кто еще будет играть. Оставимся максимально, конечно, стримить. Все бои не будем, но самые интересные, самые крутые. Будем стараться стримить. Не так уж их и много тут, в принципе. Но технически, конечно, невозможно все стримить, это довольно скучно было. Что? Честно, я не ожидал даже такой прикид с рептайлом. Он довольно конкурентоспособный. Он противостоит Кабал, который управляет тень. Он, по-моему, единственный сегодня Кабал. Больше, в принципе, не было. Да, жаль. Все шансы были у рептилий в этом раунде. Ты в прошлом раунде были все шансы затащить. Но... Пока 1-0. Пока, да. Кабал. Ждем зверя. Где же зверь? Где его жгучие комментарии? 5... Ну да, зверь сказал, что он пошел есть. А, зверь он. Зверь голодный. Знаете, как? Зверь голодный, зверь хотят есть. Мышку. Можем нарисовать. Ну что? Давайте наблюдать за этим ресталищем. Блин, рептайл, он то ли приучает вот этой разводке, а потом будет делать нижний удар. Либо упорно пытается пробить миндом. Коварный. Не выходит постоянно дэши, поэтому на единичной двойке проскакивает. Показания слабоватые. Вообще, но начап не сложный против Кабалов. Ну да, за счет того, что он может присесть к своим шарикам, начап не очень сложный. Ну скажем... В принципе, наверное, 6-4, как обычно у Кабала, но все-таки рептилии проще, чем некоторым чарам. Да, это обидно. О, ну рептилии, молодец. Аплодисменты. Хорошо. Еще обычно приводят. Особенно вифа перкотов. Вифа перкотов, да. Вифа перкотов это боль. Но слабовым не все наказывают. Я посмотрю, что это такой рептайл, я думаю, что плохой. Просто мне нужно блок ставить. Да, блок ставить в Mortal Kombat иногда полезно. Полезно, да. Блок в Mortal Kombat это такая прогрессивная техника. Все ее пытаются использовать. Не у всех выходит, правда. Да, это новое поколение. Новое поколение бойцов, которые ставят в Mortal Kombat. А ну как бы и понятно. Может, все хотят сделать Бобалити. Так, ну рептилии тут сложное состояние метра и лайф лид. Кабала был огромный. Сейчас наш пол для Кабала. Хорошо, рептилия сопротивляется. Хочет в полуфинал. Это видно. Но пока у Кабала все козыри на руках. У него и полный метр. И первый раунд за ним был. Но рептилия уверенно набирает метр. И так вот неприятно кусает Кабала. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Маленькими поками, маленькими треххитовочками. Наказание плохое. Блин, и вот как же так. Отлично поймал наш шарик. Сейчас может быть хей-хей-хей. Биг дэмэдж. Ответ тоже наказание не актив. Ну, как бы, напряженный момент. Давай же рептилия. Хорош, молодец. Рептилия. Красавчик. Если бы еще он наказывал не L-Blow Dash'ем, это было бы вообще супер. Это Reptile, Reptile. Все честно. Что ж, финальное зарубло. Играем до двух побед. Все бои, кроме финала Ленеров, будут играться до двух побед. Точнее, ну, это не финал Ленеров, а гран-финал. Гран-финал будет играться до трех. Обычно мы слям взяли все правила с американских чемпионатов. Зачем думать? Просто ворую американцев, реально? Я бы же тут и старого репещика. То на риск, а ноль реворда. Да, да. Ну, вот показания. Стабильненько, смотрите-ка. Но у рептилий был брекер. Сейчас уже и у Кабала брекер набрался. Поэтому рептилий, наверное, выгоднее как-то мелочью. Мелочью какой-нибудь. Комбуть. И рептилия забирает раунд. Это интересно. Это интересно. Кабал начинает с прессинга. Делал маленькую камбу. Делал прессинг. Жена, дети, плачут. Что-то непонятно. Продолжим. Блин, такой напряженный бой. Это же сложно комментировать. Смотришь и... Замиранием сердца. По чуть-чуть каждый из игроков откусывает жизни. Личный вейкап. Не угадывает Кабал. И Кабал делает звезду. Сейчас интрига. Рандомную звезду, которая... Мочкой для бой. Да, да. Хороший бой. Каждый может выбрать. Кабал не панишет дэша, как говорят. И в чем-то они правы, конечно. Все-таки минус 13. Не каждый среагирует на минус 13. Тороха продолжил. Сейчас доведет до угла. И какая-то бейт, наверное, был. Наказание. Ну, крайне скажем, наказание стабильное, работает. Он его использует. Не хочет какие-то заморачиваться с какими-то комбами. Что это может быть запорит. Это его выбор. Такой стадии уже нет слабых соперников, как говорится. Так. Ну, у рептилии сложное положение. Очень хорошо прыгнувши с Кабал. Он угадал то, что будет делать векап. Причем векап слайд. Рептилия прессингует. Делает элблоу дэш. Кабал промахивает снова элблоу дэш. Что будет дальше? Кабал снова промахивает с элблоу дэш. Неужели будет еще раз элблоу дэш? И... Это было очень напряженно, очень жаль. Но рептилии отправляется в сетку лузеров. А Кабал тени продолжает победное шествие в полуфинал. Где же зверь? Нету зверь. Пока продолжу я комментировать. Так. Персерки порно играют на следующий... Или может мы возьмем... Никитас Макси Фриз на стриме. Это очень будет интересный матч. Никитас Макси Фриз. Позови Никитаса. Позови Никитаса. Бубл Бубл. Никитас! Иди играй! А вот там консоль постаивает. Может он же поезжает? Позови Никитаса. Угу. 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 Ты же не Макси Фриз. Как такой. Ха-ха-ха. Ты же Макси Трезе. Никитос и Макси Фриз на консоль. На стрим. Бабку люди обнаружат по утру, а я тачку... Макси Фриз. Макси Фриз. Макси Фриз. Макси Фриз. Карфаген. Карфаген уже ушел домой. У нас троу. Макси Фриз. Жена и дети. Как обычно. Ну ладно. Спасибо Карфагену хоть что помогу. Адам Тото. Как сыграли Адам Тото? Адам Тото. Как вы сыграли? Интересуется. Они нас не слышат. Кто-то слил каким счетом? Проиграл. Но стрима сейчас у нас у нас будет Никитос и Какси Фриз. А на консолах не стрима. Пойдут в Порно и Берзерп. Пожалуй, что антифриз Буба Буба? Антикризис, извините. Антикризис Буба Буба. Галакси! Галакси! Редай порно, что он играет с Берсерком во второй конце. Порно играет с Берсерком во второй конце. А я с кем садам? Ты на стриме садам. Я верю, в следующую. А у тебя так, что ты измеришь? Потому что W, конечно. У нас три пары отыгрывают. Одна на стриме, две вне стрима. Самое интересное – садить на стрим. У нас бай между собой, да. Что ты подсуживаешь бай? Я подсуживаю бай. Судьи подсуживают байом. Ну что, Максифриз и Тень. Почему тень? Никитос, Никитос Максифриз. Проверяет кнопки, видимо. Максифриз, судя по всему, засмока. Да, он иногда поехал. Не, это Максифриз, полно, засмока. Ну да, Максифриз засмока. Никитос, как обычно, но ничего не поменялось. Не удивляет, да, Никитос. Не то, что зверь нам удивил нас своими персонажами. Наверное, кого-то удивил. Максифриз, да, за своего чара играет. Который... Который... К нему уже очень-очень давно. Ну, а у Никитоса он еще дольше, наверное. В два раза дольше Максифриз за Саракс. Конечно же, фаворит Никитоса, но мы их всегда ждем от андердога смелых решений. Странно, что Саракс... Напоминаю, что небольшой бонус ждет человека, который сольет Никитоса в лузерах. 100 гривен. Это почти 8 долларов. А если выбьет из лузеров? Не, из винаров ничего не получают, вы видите. Потому что из винаров Никитоса много кто убивал от лузеров. Лузеров мало кто, очень мало. Поэтому это редкость, надо ее поощрять. Пока что лайфлид у Никитоса он довольно уверенно лидирует, не живет всякий там прессинг. Ну вот сейчас, да, сейчас. Ой-ой-ой, и неудачное решение от Никитоса. Он хотел коварно увернуться от сетки, но они вышли. Это было очень медленно. Улетающего провала. Ну, Никитос, надо сказать откровенно, ни Максифиз, ни Никитос не играли еще на этом телевизоре. Он немножко специфический. Немножко больше тут лаков, все равно есть небольшой такой. Надо адаптироваться. Первый бой, я думаю, будет адаптивным. Хорош. Ну, жаль, что они просто, да, жаль. Первый, первый бой уверенно за Никитос. Изнасилование. 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 Заявляет так дерзко о намерениях выиграть очередной турнир. И уже так в одной четвертой. Серьезно отдалев своего соперника. Порно-бесерк. Может, я на четвертую. Порно-бесерк. Может, я на четвертую. Смолк. Это означает, что будут рандомные телепорты. В общем, странно. Может быть, Смолк у него лучшая игра против Фонлау. Может быть, когда-то, точнее, может быть, недавно даже они встречались с Никитосом и за баночкой Шардоне, за трехлитровой баночкой Шардоне играли в Мортал Комбат. Может, ты в Макси Фриз лучше играл против Никитоса за Смолка? Ну, это большая дамаж. Корнер. Зомбо. Вот и рандомные телепорты ушли. Да. Вот они, да. Те рандомные телепорты, о которых ты говорил. Может, там был почти фаул. Я думаю, что Никитос может постараться в этот раз сделать реальный фаул. Особенно, нет, брейкер помог избежать позора. Да. Это будет больно. Будет очень больно. 43% и продолжение. Как-то такой плевок. Наконец-то до тех пор. Плевок в лицо тем, кто говорит, что лагает этот монитор. Нихрена не лагает, говорит Никитос. Все отлично получается. Это было быстро. Быстро. Никитос, он как, знаете, он всегда радует организаторов тем, что быстро проводит свои бои. Он все быстро, ему куда-то надо идти, наверное, спешит. Ну, а следующая пара на стриме это Зверь и Дайвокер. Дайвокер. Дайвокера мы не видели на стриме, по-моему. Не знаю, за кого он играет. Зверь? Да. А где же зверь? Зверь? Зверь. Зверь есть вообще? Зверь. Зверя, наверное, нет. Ну что, тогда, наверное, математик. Я пойду посмотрю, как играет математик. Пока что отдаю illegal камеру, наушники и микрофон. И так, у нас Зверь и Дайвокер. Зверь, это у нас уже проверенный в боях комбатант. Ты записываешь. Ты записываешь. Не, illegal. Запиши. Буба-Буба 2-0. Так, у нас пока вне стрима Буба-Буба выиграл у антикризиса 2-0. С чем мы его поздравим. И он проходит с полуфиналы. Никитоз проиграл, да? Никитоз выиграл. Никитоз выиграл. Ну давай, потом заменишь мне. Так, тем временем, да. Зверь у нас проводит батон-чек с Дэйвокер. У нас батон-чек пока что. Я подозреваю. Да, это батон-чек. Новый рептайл. На стриме. Посмотрим, ли повезет этому рептайлу. Здесь. Метание по экрану. Не заканчивается хорошо для него. И он уходит опять на новую комбу. Немножко не дотянул зверь, чтобы выиграть раунд. И надеется отделаться каким-нибудь вверхом, чтобы все-таки затащить. Но не все так просто. Итак. Что там чат? Здесь чат? Хочу раз. Тут нужно начать. Криптайл все продолжает сопротивляться и надеется все-таки отыграть раунд хотя бы. Чтобы не сливать в сухую. Нашему фавориту этого боя. Так. Пошла большая дамага. Опасный угол для рептайла. И... Нет. Аперкоты против матерых игроков не канают. Зверь достаточно уверенно получает, зарабатывает свой первый выигрыш в этом бою. И счет становится 1-0. Итак. Сделали какие-то выводы на шриптайл. Похоже, что нет. Он опять отправляется в угол и получает... Сколько на этот раз? 40? Нет. У нас брейкер. Мы не посмотрим какая дамага. И... Наш козырный слайд через весь экран. И... Нет. Третий слайд был явно лишним. Китана легко уходит из-под прессинга с лизовым шариком. И сейчас рептайл пытается сблизиться, да. Бешеная рептилия мечется по экрану в надежде словить Китану, но... Но Китана ловит его в углу и... Опять брейкер. В конце комбы. Зачем? Непонятно. Нет. Не уважаем лейкапы. И новое метание от рептайла. На этот раз? Ну зачем? Был третий шарик. Зазонил рептайл, да. Задавил шариками. Бабалити. И так. А это такое у нас в Бабалити. Турнирное. Опасно. Обалит ничего не скажешь. Так 2-0. Зверь затащил. Зверь затащил. Зверь затащил. Зверь затащил. Зверь затащил. Палу выбил от него еще. Спасибо. Зверь затащил. Так что там? Субтитры делал DimaTorzok 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 Таким людям только респект от организаторов. Ну что ж, а у нас начинается стрит. Сейчас поменяем плашечки. Или это уже потом щек. Очень-очень странный выбор персонажа у мистика. Не знаю, точно ли будет он играть за Синделл, но он умеет играть за Синделл, но правильный ли это выбор? Человек отыграет на локе, а по своим режиссерам. Тем временем у зверя какие-то проблемы. К сожалению, он себя плохо начал чувствовать вот так. Это минус. Надеется, что он сейчас соберется и начнет себя чувствовать лучше. Привозмойдет, так сказать, в воле. Так, ну что, Легал выбрал Скадер. Листик выберет Кумлау. Интересно. Интересно, как с ним Легал справится с Кумлау. Листик. Какие у него будут страты. А тем временем, Галакси, судя по всему, выигрывает у Адама. Сначала я первый удар за Мистиком. Угадал, угадал. Спин проводит Куму. Пытается поймать на лайфхик. Можно было байтить его. И наказание, к сожалению, запора. Но ничего. Ничего может быть волнения. Он не успел, наверное. Листик он плавал. Листик. Угадал, не уверен на лайфлидом. Сейчас буквально там остался один гнар, да? Это апперкот. В принципе, не без шансов. Но первый раунд Листик берет. Не без шансов, конечно же, для Легал. Вот Легал начинает свою игру. Делает комбу. Неплохо, 33. Decent damage, как говорится. Конечно, комба не полная, но... Но Скарлетт-эд хорошо. Там будет за Скарлетт славиться своими сложностями. И прочим. Листик начинает пессинговать. Классика от Кудлао. И заблочная нож. И влочная шляпа. Путылка из зонинга. Но Кудлао путылка из зонинга не всегда хорошо. Каким-то образом перебивной... Это практически все, да. Тут надо было отходить, питаться. Но это тоже не гарантировало какие-то преференции со стороны Легал. Первый бой проигран. Неправильный сайт. Неправильный сайт. Так. Ну что. Легал поменял. Одно красный персональный троу. Смотрим, повернется ли удача ему. Сам в этом боя. Сумбурное начало. Никто не может скамбить. Копи. Пытка Байдона. Огонек. Опять. Хорошо. И наказание. Отлично. Вот он скилл. Отличный заблоченный листик. И Легал собрался. Мне нравится его сейчас игра. Он действует грамотно. Он не дропал пока ничего такого. Но очень хорошо наказал нижнюю шляпу. Смотрим. Пока что Кун Лао прославился в этом раунде только тем, что делал всякие фоки. Отнимал рандомными угарами. Копи. Комп не было пока от Кун Лао. Но тем не менее. Смотрите по жизненным показателям. Они одинаковые. И вот сейчас у Легала не проходит видимо вейкап. Жаль. Жаль. Хороший раунд от Легала. Сумбурный раунд от Кун Лао. И тем не менее. Как вы видите, Кун Лао победит. Хочется рано. Смотрим. Надеюсь, Легал не пойдет духом и будет так же грамотно действовать в следующем раунде. Хороший блок. У Лао тела вместе с 4 рандомные. У наших 5 рандомный спин. Но удачу. Но удача сопутствует к У Лаоу в отне страны. Да, пока. К сожалению. У Легала. Да. Шансов, к сожалению, в этом раунде было очень. Очень баллов. Победа. Листика 2.0. И на стриме, чтобы, как бы, соответственно... Листик Буба-Буба на стриме. Посмотрим, как Листик справится с Джинни Кейджем Буба-Буба. Или, может быть, Джинни Кейджем Буба-Буба-Буба. Или, может быть, кто-то другого выберет Буба-Буба. Там будет видно. Все равно нам поставим. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 и берсерк тени берсерк на стрим тени зовем тени берсерк кто-то проходит по халяву игрок антикризис не захотел играть лузеров это был кризис игрока антикризис слишком низко для него итак в лузерах тем временем у нас встречаются макси фриз дейвокер и гул то то отдам математики порно рептайл порно рептайл отыгрывают сейчас а вот порно не наблюдаем этих игроков зато я вижу игрока адама вроде бы да и он играет с математиком пойду ка я посмотрю как играет математик а пока математик пошел смотреть как играет математик математик с адамом мы наблюдаем на турнире кто у нас тут тень и берсерк сейчас все расскажем пока она сыграет тени берсерк монастера тайтлы это у нас уже полуфиналы это полуфиналы у нас уже я комментирую этот супер зеркальный матч как балом тень берсерк тень зная как играет без серии не очень так дроп веселый вообще матч постоянно размен пилами властом ну видимо на берсерк все видимо лучший мейстер его конфу лучше я не знаю ну без серк вытащил он он сидит справа походу да он справа не знаю тень тогда тень затащил и у нас неожиданный поворот она ну да кстати а кто у нас играет параллельно сейчас параллельно у нас отыгрывают лизера это макси бинз и дейвокер наш начинающий рептилия а тем не менее дейвокер и рептилия играет в математике адам порно у нас играет рептайла очень хороший рептайл да он почти тень сделал да математике адам это они у нас вижу да 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 идут в ровень кабалы ну я думаю тень один из лучших кабалов украины это точно и сейчас такой вопрос идет кто кого а а если бы у нас GFC Alex не ушел с аренды ну я просто всех не знаю я новый игрок на Сибирь ну GFC Alex к счастью для тени сейчас не играет ну наверное к нам пришли в Dota а ну все бросают МК да Dota поглотила часть МК комьюнити ну видимо когда люди понимают что они уже стареют они идут с Dota да Никитос никогда не стареют вечно молодой да вечно Кунглау так пацаны кто выиграл? ты неправильно написал детей а детей ну сначала правильно вроде бы написали а потом нам сказали что надо по другому и мы применяли и короче пришел с утонется и теперь у нас все наконец-то мы все встало на свои места и день завершал кабалом а потом Берсерк решил перейти на Смолк интересно да как это изменит все события это было нехорошо началось для Смолка да и ошибка ошибка о пошел рандомчик но прошел рандом решетка по канала но это может быть потально хорошо славил кабал у Смолка нет метра поэтому ему будет тяжело да придется взбивать когда не успел перепортировать да появился метр и он его сразу же сжег в принципе возможно это нужно было делать хорошо да забрал брейкер по крайней мере перед сжег слушай здесь нужно было наказывать и это неудача на раунд можно взять и Смолк при условии что он наказал и не должен кому да 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 кабал сейчас не выгнать ситуация он находится в углу и ему дают да шанс отлично реакция еще раз наказание но трейкер спасает отца ручка демократия зацепил и это может быть ресет нет да в угол хорош кинул в угол да 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 умно поступает что что получилось хорош хорош опасно кабал в углу может сделать очень большой дамаг нет все это наконец потал эрор это был телепорт надежды но телепорт надежды так таким образом тень выигрывается счетом 2-0 у берсерка да слушай я могу еще с тенью играть будет бой с тенью есть да но не факт в финале венеров в финале венеров может быть подождите это у нас будет полос ну да да то сейчас нас играет так а тем временем нас отыграли на бэкстейдж какие там результаты Макси Фриз Макси Фриз как сыграл 2-1 2-1 с кем у кого у Дейвокера Макси Фриз 2-1 ну давай спасибо а там будет запись стрима да конечно и так Макси Фриз у нас выходит и Дегал будет играть стопа Математик с Адомом еще играют Торно Торно ты сыграл с ретайл сыграл с ретайл сыграл с ретайл сыграть тем временем кого можем поставить зверь и Никитос интересно зверь и Никитос давай садитесь а зверь а не ну давай ты должен слить его на стрим давай на стрим и поймем второй серий интересный должен быть бой это мэш не 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 английское в и б таблицу кто хочет покомментить буба 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 не хочешь буба буба я терминами не владею а а тут не обязательно у меня посадили за ком я тут вообще а вот таблицу вижу так вот интересный бой звер против Никитоса я не ну я не играю ни за того ни за того но по-моему матчап довольно таки равный у этих персонажей все зависит от качества спама китаны и от мобильности кла ботанчик у нас проходит на кладбище псс че серьезно? что-то да ты не то нажал математик чуть себя сам не слил вот интересный бой началось да китана специально оголилась чтобы соблазнять кун лаву да эх не словил антиэйром понятно все с китаной все же было сказали да хороший спиннир в углу зажал зверь не брекет и правильно делает так словил захотел делать анбрайкову а еще раз словил о словил опять в углу главное нужно выходить из угла опасно ох как ушла китана странно конечно так 10-0 тащит никитос этом бою ребят решили поменять персонажа о насколько мне известно эрмак он может затащить в плане мачапа будем смотреть что сможет сделать с этим зверь так зверь приболел конечно хорош анти эйр а достал все-таки клау несмотря на это потерял брейкер ну ничего но это было скорее всего ошибка ночь хорошо словил никитос 2-0 побеждает никитос он уверенно у нас идет финалу посмотрим что будет дальше так следующий как сыграли у нас рептайл порно получается рептайл переходит дальше по а это таблица лузера вот здесь я иду играть пожелайте мне удачи тут а в У нас сейчас играют Галакси и И Берсерк Или они уже играли Вообще это уже Айрон Макс Нет Айрон Макс Это тот, который играет за рептилию Макси Фриз Айрон Макс Где же Айрон Макс Макси Фриз Захотел на халяву пробиться В сетку ветров Коварный Макси Фриз Ничего не скажет Отличная тактика Мне кажется Надо будет заязать О, Макси Фриз 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 Сказал зверь как отрезан Сказал зверь как отрезан Узира и Побарабах А что за Берсерк? Игро Берсерк Так Что у нас Я надеюсь, что она больше нет А я что-то Кто это запустил Стори Нистик Никитос Нистик Никитос Прям идёт Ссори Прерывались Что-то никого нету Все ушли Можно играть Непонятно ушли Все или не все Не ушли Но мы продолжаем Говорить сами с собой У нас Полуфинал Винеров Нистик Никитос Какие-то у нас Маловерящие зрители Да, все ушли Или нет Понятно Ну, еще потом Записи посмотрят Надеемся Это будет Самый замес Чтобы мне было Стыдно, что они ушли Air Max Galaxy С тем временем Сыграли Стрим у нас Прервался По техническим причинам Мы настроили Все нормально Galaxy выиграл Air Max А 2-0 Во время этого матча И произошли Большой обрыв Не сможем Сказать, что не было Ни единого обрыва К сожалению Обрыв был Но Тем временем Застраиваться Листики Никитос На полуфиналу Винеров Сейчас расскажу Еще кто сыграл Тем временем Математик проигрывает И Зверю Буба Буба Выиграет Рептайла И Зверь с Буба Буба Встречается В следующем раунде Макси Фриз и Айрон Макс Играют В Лузерах В Айрон Макс Давай Два Бакса На первую На вторую На вторую? Как не лагает Давай Макси Фриз Катана 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 Листик Не знаю Это батончик Скорее всего Киптос 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 Для батончика Кун лау Мне кажется Что будет Мирор Матч Кун лау Но, может листик удивит, возьмет Син Дуэл, например, привет Рудику, типа, что-то давно его не слышно, еще он не приезжает. Галаксис признается, что бабушка, ему будь здоровый, тренинг, тренинг, бабушка его, мне в такую бабушку. Бабушка здоровый, конечно. Итак, Китоз выбрал Джонни Кейджа против Листиковского Кунлао, кстати, интересный выбор. Посмотрим, всегда хорошо, что хоть, конечно, Бочаро мне не импонирует, но хотя бы какое-то разнообразие. Мне нравится Джонни, тяжело, его прессинг. Ну да, спин, да, спин, ну это опция против коленного прессинга, но довольно рискованно, если честно. Хм, да, это больно. Спин, колебная чашечка. Плохо Листик подготовился, лайфлид пока у него, и он забирает первый раунд. Прикольно, очень хорошо. Привет от Зверю, говорит от МКМБ. Для МКМБ передает, так сказать, Зверю. Видео, это одиозное заявление, видимо, какое-то он делал. Я после не следил за сомнителем. Чем славим он такой, тем комбим. Ну, я встречал его на чемпионате в Варшаве, он довольно нормальный парень. Да, я видел его из канала, подписчиков немного. Хорошая команда Никитоса, продолжается прессинг, почему-то хаями. А точно ли играет за Джонни Кейдж и Джонни Питос? Я просто, мне было странно, что Никита применяет хаи в прессинге, 3 квадратика, например. Это как-то не типично для него. Может быть, давно просто не разумеет. Посмотрим. Вадим ли его базер на Ньюзовик. Хороший, но был? Большая бой, большая команда. Мистик выбирает. Очень сложно. Мы, мы, слушай, мы, вот спросим у бойцов, когда не закончат. Пока просто будем говорить, что дерется Кун Лао и Джонни Кейдж. Давай, да, без имен, давайте без имен. Тем более еще. Очень хорошо оба игрока выступают. Пацаны, кто вы там? И Никита все-таки, да. Ну, да, вот он. Я по фонеру понял. Да, да, да. Что делать? Так бывает. Сейчас мы все исправим. Все будет канонично. Вот, вот это Никитос. Что-то прогнозирует. Окей, корешко, Programmiento Кейдж. Я ж matrixенную кнопку Ahmed. Помните, 검о Кейдж Elosis. Вот там мы с вами. Да. Так на Аль repeating оставлю. Это играющая в чем-то будет. Ты играл. Да. давно он не тренировался как черт принципе последним времен все время в топ-3 и очень много третьих мест он догнал даже самого математика под этим местом трудом вот вам и кровью так сказать он занимал много третьих местных 5 сегодня возможно будет шестое третье место в листе конечно надеяться на второе не питает иллюзии за счет первого хотя вам сказать поэтому что аппетит у него пришел во время еды ну это да это будет большая карта и он запорол это шанс на листико понимаю твой меркантильный интерес в этот матч у нас все-таки более зандер бога на листик мечтал мечтал быть вторым или даже первым третьих мест он уже наелся да и опять же если он будет еще шестой раз третье место добавит меня как-то вообще не делал так дела не делалось хорош nice read smart staff лично лично давай продолжай листик продолжай пресить и так ни у кого нету метра и а ну ну что ж 20 достойно выступил листик за сказать хорошо сыграли ну а мы ждем соответственно финал венера выходит до никитоз на стриме ну финал венера выходит никитоз это был полуфинал а тени galaxy's на стрим приглашается в полуфинал венеров 2 что ж спасибо листику за достойную противостояние питос и он хорошо держался на мы надеяться что он соберется и в озеро возможно как сыграли зверь с буба-буба вот и шалли я бы с этим зверь с буба-буба сыграют с тема так как зверю очень не здоровится температура него поднялась все таки хочет он быстрее закончить свой турнирный пульс колесо ты можешь видео с комментами? видео с комментами? ну видео включить там где играют стрим показать стрим а чё? а здесь нету только там да? а как ты знаешь что у нас здесь? потому что я его смотрю и комментирую итак второй полуфинал венеров galaxy's и тени противостояние это кабал против милены кстати тень то наигран против милены карфагена в бытности в давней играл с тенью постоянно за милену я думаю что не понаслышка знает тень о таком чаре как милена но мало ли все может быть можно не так уж хорош был карфаген чтобы обучить всем премудростям игры против сони менее пришел к нам виталик портна как дела виталий видим лично настроение в клике как там на Controller теле теле что там или его подошел хочешь либо выиграл berserk так начало боя самимен и сочек сать его явно у белокс раунд легко было закончено ждет день мне кажется проще либо рискнуть еще и флова смотри кстати первый на стриме ни одного продолжается прессом но уверенно пытается найти слабое место прощите у кого вовсе не пишет перед обвалом еленой и как выманивает пока не знает удивить меня отлично ждет видимо ждет вот этого он ждал чтобы набился нет есть и брейки чем правная ситуации а личный личный main game от galaxy забирает забирает бой убирает арену Сначала в этот раз затягиваю. Милена пытается перепокать его, какой надоедливый трессинг, и Кабал выходит из него с честью, с заказовым дэшем. Брюки. Да, Кабал в этом раунде, как говорится, он флайр. Отлично комбит, отлично читает игру. Вот сейчас не спешит с наказанием, уже понял, что вот он чревато... Чревато наказание, наказание Милены чревато ее собственной. Ну и как-то вот пока мы тут обсуждали наказание Милены, Милена взяла да и пооткусывала куски жизни у Кабала. И сейчас все уже на волоске. Не прошел игзовый дэш так, как у него не было жизни, соответственно, и он умер. Плохая идея на последних жизнях, где что-то игзовое, но особенно не свои команды. Да. Выманила опять дэш. Какая хорошая комбан, но не закончена. Может быть она была разводка, она с бедром, кто-то знает. Так, снова. Все-таки видите, давно, наверное, Карфаген не играл с тенью. Я забыл тень, все эти Миленовские штучки-дрючки. И пользуется этим сполна в Галакси. Так что, можно сказать, что тень и Карфаген ожидают сложный разговор. По поводу того, что не подготовил друга, так сказать, против чара. Тем более, против знакомого чара. Хорошо. Это шанс для Кабал. Я думаю, он им воспользуется. И так и да. Как говорят в Одессе. Чакой для Галакси шанс для тени. Все-таки перевести игру. Дополнительный бой. Нормальный. Оверхед схаваный, да. Оба щара без метра. Оба примерно поодинаковые по жизням. Конечно, у Милены небольшой лайфлид. А и вот. Кабал. Переходим в Север. Комба. Хей-хей-хей. Хей-хей-хей. Отлично. Как много дамаги. И теперь уже шанс у Милены отпускать хорошо. Отличная была комба. Личность вот в этом раунде очень нравится, как играют игроки. Красивую игру показывают. Ничего не дробную. Точно. И ух, это мог быть шанс. Но я не заметил, что... Да. 2-0. Браво. Браво, Галакси. Поздравляем. С выходом в финал. Там его ждет Никитос. Он так хотел с ним сразиться в финале. Готовился, говорят. Ну, на форуме он писал, что он готовился. Все лето. Немало, немного. Все лето. Ну, пока этот матч мы отложим. Зверь Буба-Буба. Зверь Буба-Буба отыграли, я думаю, что уже. Добрый вечер. Я думаю, что нам надо пригласить Айрон Мэкса и Лигала на стрим. А что там комменты? 2-1. 2-1. Такой бой серьезный. Капал. Никита хочет почитать коммент. 2-1. Иллигал Айрон Мэкс. Давайте-ка посмотрим на этот матч. Это у нас полуфинал Венеров. Наверное. Оставайтесь с нами. Осталось не так уж много. Остался финал Венеров. Это Гэлакси Никитоз. Наверное, будет очень увлекательный матч, я надеюсь. Ну и буквально… Напоминаю, что у нас все матчи до двух побед, кроме гран-финала, там все до трех. Как обычно, мы все своровали у американцев, все правила, не особо заморачивались, свои не придумали. Кто? Кто? С кем-то? Иллигал настраивает паттерн, Мэкс тоже. Айрон Мэкс слегка не был осведомлен, что он играет. Варсу говорит, личная игра. Да, было очень неплохо. Жики-член говорит, зачем панишать милину, это же нечестно. Ну, как-то так, как-то так. Ну что, в принципе, турнир-то подходит к концу, уже скоро окончание турнира. Осталось буквально... Как же осталось? Ну, или буквально полчаса, я думаю, осталось. Немножко подзадержались, откровенно говоря. Ну, это все для вас, чтобы показать побольше бою. Баттон-чек. Баттон-чек. Бан-шок. Все бои на стриме. Сектор. Баттон-чек. Моноговато. Спроси у Кати, что нас за время. Так, мы начнем смотреть на правого сектора и на рептилию, на РМАКСа. Да, можно сказать, что рептилия выступает на стороне сепаратистов, террористов. Моногово. Блядь ли, правда, РМАКС? Нет. Так off. Что у нас со временем? Малом, лично. Значит, мы остаемся в эфире. Турнир продолжается. Трешток All Night. Трешная ровная игра, смотри-ка... Иллибл пытается поймать на Тимборд, не панишит вив. Если сейчас решится, кто-то... А-а-а, и невыполненный вэкап рептилия забирает раунд. Аромакс довольно уверенно прошел по сетке лозеров, он в первом же раунде вылетел, насколько я помню. Он проиграл... Ленарах, он... А, он проиграл. А, он проиграл. А, он проиграл. Не, не так давно он и проиграл в галакси. В лозерах он уже прошел по три... А, нет, два. Два раунда, он выиграл математикой и выиграл... У кого-то еще. Тем временем... Лайфлит уже у Иллибл, а в этом раунде все повернулось против рептилии. Попытка... Выбить побольше дамагов из всяких фок отлично ловит на Тимборд и раунд за Иллиблом. Довольно ровно идут. Ребятам. Ненаказаны, да, в голдэш. Пичь многих игроков не умения его наказать. Так-то легко его наказать, как можно подумать с 13, но анимация там столько незначительно, что иногда непонятно, ударился ли он тебе рептилии или нет. А так как там практически нет никакого рекаури на вифе, то можно этот угол дашь спамить и спамить. Ну что, Иллибл может сейчас перевернуть немножко игру. Единственное, что ему нужно еще одна комбай, он ее пытается сделать. Ну что же наказание? Вот сейчас реально не хватило в один момент комбу сделать. Ну это да, это была попытка выманить, и она очень удачно сработала. Жаль, жаль, если бы Иллибл закомбил, буквально вот тогда, когда перед Элгл дэшем, и да если бы еще не наказал Элгл дэш, то точно был выигнут. Жаль, жаль. Буквально вот две ошибки решили. В итоге этого раунда мог бы быть очень красивый камбэк. Сначала, в котором Максом и хорошо Иллибл движался, пропустил под собой шарик зеленый. Сочек. Очень мало мы, кстати, видели бросочка у нас тренировок. Игнорируем этот прием, в основном, почему-то не сегодня игроки. Так, попытка вывесли на дамагу. Не проходит. Как-то слишком много рандомных телепортов, и пойду, что с рептилианин фанешил его. Не знаю, может быть, не проходит экзовый телепорт или он... Слишком самонадеянный. Использует? Ха! Не знаю. Конечно, сейчас... Вайл лоу дэша, я второе наказал, но он все-таки не в бонусе. Сейчас будет, наверное, попытка телепорта или... Да! Ооо, это инстант. Это инстант. Очень неплохо. Не знаю, даже если бы прошел в блок, насколько я понимаю, там было где-то три дамаги, а телепортов, наверное, было 2. Наверное, было рискованно. Нориско правку, заправил. И... Один-то. Тренировка идет. Сейчас пытается... Пытается каждый игрок вывести на какую-то компу, но пока выходит только одиночные тычки и всякие духи-то очки. Здесь четыре. Промахиваются, как шалинские монахи, уклоняются от телепорта в рептилии. Ох! Ух! 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 У раунд-па. Удачливее был рептилий, хотя в ком мы так и не увидели, но... Все-таки, надо компить ребят. Это ж мог пол-кан, но он. Да, не скомбилась. Хотя и может быть и не мог. Горошее наказание. Все Дулсы, если это кознавшим, наказывать рептилии очень быстро. Банишь и... на панише сейчас тоже точно попытка наказания очень много лбл дашь его сейчас и либо надо отлично выигрывает у нас 11 немножко увлекся этим боем было сообщать о счете на 1111 не зря на стрим пустили ты мальчик так бы пропусти конечно не скажу что исполнитель исполнение на высшем уровне но мой довольно напряжён не всегда красивые бои это бои профессионала говорят что и профессионала показывать неплохие матчи работает работает весь раунд надо что-то делать с этим да может быть и либо решил сыграть агрессивный ях как сейчас убежала рептилии а также еще раз боже это отдроченная техника что ли домашняя заготовка отличный еще нет ой 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 вот это да блин на этот раунд очень увлекательный 2 2 слайда от телепорта и двойной аппер все таки не домашняя хотя 12 дамажа на дороге не валяются кусочек новый кап стандартная стратегия за рептилию пустить шариков делать пробежку все сейчас складывается в пользу не спешить и это неожиданно неожиданно на цепляет виза телепортом и сейчас финальный бой за выход следующий раунд лозеров не оказал как-то побоялся его наказать что снизил свой хитбокс вниз троечка и а а а